Алексей Якубович своим примером доказывает, что человек из бодибилдинга за короткий срок может покорить и мир пауэрлифтинга. 29-летний случайен заряжен выполнить норматив мастера спорта. Для этого нужно покорить штангу весом в 180 килограмм. И уже успехи есть. На первых же соревнованиях по жиму штанги в категории 90 килограмм Алексей взял вес в 165 килограмм, выполнил норматив кандидата в мастера спорта и занял в турнире второе место. На местном уровне здесь по пауэрлифтингу пробовал штангу сжать. Ну и как бы раз первый я занял, второй раз первый я занял. 175 килограмм последний раз в вес, который здесь пожал. Ну и решил попробовать поехать на официальные соревнования. Ну и вот там занял второе место и как бы думаю сейчас и к бодибилдингу готовиться и попутно если получится как бы то и там выступить. Пауэрлифтинг и бодибилдинг как бы одно и то же, но подготовка к соревнованиям конечно же абсолютно разная. Ну у меня получается сжать как бы, так что я на это критерия не даю там. Готовлюсь как бы и готовлюсь. Штангу получается сжать, получается. Получится выжать. То получится. Ну на мастера 180 килограмм надо выжать. Вот. Ну сейчас если поеду, поскольку на прошлых соревнованиях получил травму, вот. И сейчас тренировался, она как бы дала о себе немного знать. То как бы сейчас хочу попробовать, есть такая дисциплина народный жим. Свой собственный вес нужно пожать на мастера спорта 34 раза, на мастера спорта международного класса 39 раз. Ну я без подготовки лег, попробовал, как бы 30 раз я легко выжил. Так что как бы шансы есть, если травма не будет сильно беспокоить, то 28 ноября поеду и попробую. Там уже будет видно как пойдет, не пойдет. В выходные спортсмен примет участие в юбилейном 30-м чемпионате Украины по бодибилдингу и фитнесу, где будет представлять родной город Слуцкий нашу страну. Соревнования пройдут в Полтаве 30 и 31 октября. Вообще на этот турнир как бы, ну в планах у меня не было на него ехать. Абсолютно. Просто я готовился сейчас на три международных турнира. Это первый был Iron Lion Cup, второй Grand Prix NBC5 и третий турнир на 40 Pro. Вот один турнир уже как бы отменили в связи с пандемией. Сейчас как бы слышу, ну и читал, что в Москве там с 30 октября по 7 ноября возят какие-то каникулы в связи с пандемией. Культурно-массовые мероприятия запрещают. И вполне возможно, что и этот турнир как бы отменится. И мне как бы понимаешь, но готовится. И обидно у меня в прошлом году уже такое было, что если это все отменится, вся подготовка как бы уйдет. Вот. Поэтому как бы я решил поехать сейчас в составе сборной. Нас поедет 7 человек, 4 парня, 3 девчонки выступать. Вот. Ну и как уже понимаешь, состав сборной как бы я вхожу туда. И вот поеду попробую, как там получится выступить. Уже буду как бы спокоен, готовиться. Если уже отменят, то не будет не так уж обидно. До конца года планируется еще несколько важных стартов. 24 ноября в Москве пройдет престижный турнир по бодибилдингу. Гран-при NBC5. С призовым фондом 2,5 миллиона российских рублей. 28 ноября чемпионат страны по пауэрлифтингу. В Москве этот, ну я к нему готовился. Это основной как бы мой старт. Как бы на Украину я поеду немножко чуть-чуть недоведенный. Ну в принципе воду всю как бы солью до конца. А уже мой вес сейчас на данном метр 89. То есть я думаю, что до 88 я ужмусь. Там загружусь и будет как бы нормально. Но основной старт как бы конечно же в Москве. Это тут международный турнир будет. Там во-первых 2,5 миллиона призовый фонд. Во-вторых, если выиграть абсолютку, разыграется грин-карта в Америку. На турнир. Так что как бы вот этот турнир для меня больше как бы в приоритете. А чемпионат Украины тоже хорошо хотелось бы выиграть. То есть у меня бабушка с Украины как бы в крови как бы там есть. Так если получится выиграть, конечно, было бы хорошо. Ну и на Украине можно конечно же, если выиграешь. За первое-второе место отдают мастера спорта Украины. Как бы тоже в копилку как бы не помешало. Желаем случайнину достичь своих целей и покорить очередную вершину. Редактор субтитров А.Семкин